Итак, ставим курицу вариться. Я нарезала на кусочки. Сейчас, когда образуется пена, я эту воду солю и поставлю заново уже в чистую воду вариться. Вот у нас сколько пены образовалось. Теперь я эту воду солю, промою курицу и поставлю заново вариться. После того, как слили воду с курицу, поставили заново, добавляем туда одну лаврушку, два перца в горошек и вот меньше половины лука. Итак, я ее промыла. Добавляю теперь сюда кипяток. Не холодную воду, а уже кипяток. Готовили лук, перец, лавровый лист. Немного соли. Ставим на умеренный огонь, чтобы не сильно кипело, чтобы бульон был прозрачный. Все, сварилась наша курица. Время приготовления приблизительно у кого-то полчаса, у кого-то час. Зависит от того, какая курица. Если домашняя, если долго варится, варите до такого состояния, чтобы можно было ее отделить от костей. Вот до такого состояния. Все, я ее достаю. Заметьте, вот сейчас у меня плита включенная, а вода практически не кипит. Поэтому и бульон такой приятный, прозрачный. Но я его все равно, конечно, пропущу через марлю и сито, чтобы он был совсем такой чистый. Потому что здесь, видите, лук плавает, сварившийся, чтобы все это убрать. Смотрите, что сделаю. Значит, ставлю сюда марлю. Бульон нормальный, но все-таки хочется, чтобы он был совсем такой приятный. Поэтому пропускаю через марлю и сито. Все лишнее останется там. Вот, видите, сколько всего. Итак, кладем в кастрюлю немного масла. Нам надо слегка обжарить лук до светло-золотистого цвета. Лук уже прозрачный, такой светло-золотистый. Теперь добавляем вот такую горку, столовую ложку с горкой муки. Нам нужно ее слегка в масле обжарить. Такой должен пойти ореховый запах. Обжарили мы где-то минуту. Добавляем понемножку бульона. Перемешиваем, добавляем еще. Добавляем понемножку, чтобы не было комочков. Перемешиваем. Так, вам не видно из-за пара. Сейчас пара уйдет. Добавили. Добавляем наш бульон. Хорошенько перемешали, чтобы не было комочков. Теперь в миску разбиваем 2 яйца. Слегка взбиваем. Слегка взбиваем. Сюда же добавляем 1 чайную ложку уксуса 9-процентного. Вот так вот. Даже можно полтора. Смотрите. Уксус нужен для того, чтобы яйцо в супе не свернулось. Это обязательно. Я как-то, знаете, попробовала. Думала, ну что там будет. Потихоньку буду горячий бульон добавлять. Ничего не случится. Нет, случилось. Поначалу здесь ничего не случилось, а потом в кастрюле свернулось. Поэтому уксус обязательно надо добавлять в яйцо. Так, дальше берем из кастрюли горячий бульон и тоненькой струйкой добавляем. И сразу мешаем, чтобы наша масса здесь нагрелась. Надо понемножку, чтобы яйцо не сварилось. Все, теперь эту массу добавляем в суп. Теперь эти яйца понемножку вливаем вместе с бульоном в основной бульон и быстро перемешиваем, чтобы яйца не свернулись. Дальше добавляем мы сюда не полу, а даже меньше чайной ложки кориандра, два красного перца, прям вот так вот на кончике. Перемешали яйца, убрала с плиты, запомните, пока не ставим на плиту. Немножко куркумы, щепотку. Хмели-сунели, пол чайной ложки. Куда в грузинской кухне без хмели-сунели, конечно, никак. Все, перемешали, посмотрите уже, какой красивый цвет получился. Зубчик чеснока сюда. Зубчик у меня был достаточно большой. Добавляем соль. Возвращаем наши куски мяса. Теперь ставим на плиту на средний огонь. Доводим до кипения. Дальше закрываем крышку, убираем с огня. Сверху посыпаем кинзой. Можно добавить кинзу сразу в кастрюлю. Если вы делаете зимой, у вас нет свежей кинзы или замороженной кинзы, можно добавить сразу в кастрюлю. А можно украсить вот так вот. Вот получается, знаете как, если кто не пробовал, как будто бы там, это сливочный, значит, вкус такой у него получается, плюс еще такой ореховый немного вкус отдает. Как будто там есть орехи. За счет того, что мы обжарили муку. Уксус здесь важная часть. Вот яйца добавляйте, чтобы она не свернулась. Все, остальное, все совсем легко. Тут делать-то и нечего. Обжарили лук, добавили муку, бульон, и вот специи, и курочку. Все, больше ничего ей не надо. Специи эти такие, что они везде сейчас продаются, поэтому все делается легко и просто. Аромат, во-первых, очень вкусный. Чеснока и хмели-сунели, и вот этих приправ. Плюс еще кинза тоже дает очень приятный вкус. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok